Все остальные мероприятия, которые иногда проходят, и которые еще надо оценивать, нужны ли или не нужны в той или иной степени. А вот такие вот, как сегодня, нам нужна обязательно эта конференция. Я еще потом поясню, почему я так говорю, почему я так думаю. С момента распада Советского Союза национальная интеграционная политика является важной составляющей как внешнеполитической, так и внешнеэкономической стратегии государства, постсоветского пространства. Тем более за 70 лет мы привыкли жить и работать вместе, наладили устойчивые торгово-экономические и кооперационные связи. Сегодня я давал интервью к агентству «Арньюса». Мне попался очень такой интересный журналист, который задавал каверзные вопросы, который пытался где-то там не в чем-то подловить. Ну, в общем, молодец, он выполнял свою задачу. Он журналист, он должен так делать. И вот он мне все пытался выяснить, какие же отношения у него в Белоруссии и Армении. Я сказал, молодой человек, ну, он-то, наверное, этого не помнит, но мы-то с вами помним. Мы столько лет жили вместе. И не только с момента 2017 года, когда, ну, плюс-минус, там, в 2022 год образовался Советский Союз, с момента Октябрьской революции, и еще до этого вместе были. Так какие могут, между нами, быть, отношения через столько лет, практически через сто лет, они будут обязательно? Конечно же, политические моменты какие-то присутствуют, но, тем не менее, я считаю, что никаких вообще вопросов в этом отношении нет. Их пытаются бросить, пытаются создать проблем. Некоторые деятели у нас, да что там говорить, и у вас в Армении, чтобы эти отношения были, может, не на должном уровне, или чтобы они были не такие, какие они были раньше. Создание Содружества независимого государства в 1991 году должно было послужить дальнейшему развитию и укреплению отношений дружбы, добрососедства, развитию и укреплению междунационального согласия, в первую очередь доверия, взаимоотношений и взаимовыгодного сотрудничества. Впоследствии на постсоветском пространстве образовались объединения с более высокой степенью интеграции, среди них, в первую очередь, союзные государства. Буквально два слова. Это сегодня приоритетом является вопрос нашей конференции, это РАЗС. Мы не можем обойти вниманиями СНГ и союзное государство. Я вот вижу девушку, мы с ней работали, это ваша дочка, мы с ней работали, помню, это был 21-й год, и меня пригласило агентство на интервью, там была тоже конференция, и я, будучи неопытным дипломатом, я, теперь-то я уже опытный, два года уже, и я, будучи неопытным дипломатом, высказал такую мысль, которая не очень многим понравилась, ну, и, во всяком случае, не всем понравилась, я не буду сейчас пересказывать то, что я сказал, но смысл моего заявления таков, что существует союзное государство. Россия и Беларусь. Ну, еще раз говорю, будучи неопытным дипломатом, я сказал, вот не хватает третьей страны. Я не сказал какую-нибудь. Да, я не хватает. Я сейчас так думаю. И вот в дальнейшем развитии сюжета, будем так говорить, я отслеживал ситуацию, я смотрел, как реагируют на это наши братья-армяне, они меня поддержали. И в этом кругу я могу об этом говорить. Я не говорю, что это будет какая-то конкретная, я же не говорил о конкретной стране, я сказал, что наше союзное государство, оно будет развиваться. Я в этом уверен абсолютно. И вот последнее событие, которое буквально, они еще жаркие, они еще горячие, когда приезжал к нам Владимир Владимирович Путин, доказали, что существование союзного государства – это очень важный фактор. Я бы сказал, что важный, определяющий. Вот что касается нашей Беларуси, после визита Путина. Поставлены на боевую готовность ракеты С-400 и Искандеры. Вы политики опытные, вы спломат, экономисты, политики, вы знаете, что такое С-400. Это мощнейшая система вооружения. Более того, Россия сейчас нам оказывает помощь в подготовке боевых экипажей, самолетов, которые будут нести специальное вооружение. Какое вооружение специальным является, мне тоже, вы еще мне можете объяснить. Хотя я в армии прослужил 30 лет. Вот она, конкретика интеграционных процессов, в частности, союзного государства. Но можно тут говорить, что ситуация так сложилась, что у нас другого выхода нет. Потому что наши соседи, если их так можно назвать, соседи, я бы их сегодня, и чтобы я не был дипломатом, если бы я остался в вооруженных силах, я бы по-другому сейчас сказал. В отношении наших соседей. Я не могу этого делать. Так вот, наши соседи предпринимают беспрецедентные шаги. Я не говорю уже экономическое удовлетворение, а наедное удовлетворение. Вдоль нашей границы создаются военные базы в беспрецедентном количестве. И в том числе есть перспективы, потому что наши соседи просят об этом своих хозяев, чтобы они поставили специальное вооружение. Поэтому у нас в России и другого выхода нет. Беларусь на сегодня форпост союзного государства. Западный форпост. И это прекрасно понимает президент России Владимир Владимирович Путин и наш президент. И они в этом отношении действуют согласово. Что касается Евразийского экономического союза. Тут тоже, видимо, трудно будет переоценить роль этого союза. Потому что, опять-таки, у нас другого выхода теперь нет. Как усиленность интеграции в этом союзе. Я только беру на примере наших двух стран. Это свежайшие данные в экономическом отношении, в развитии экономических связей между Беларусью и Арменией. За 22-й год товарооборот РС Беларуси и Армении увеличился в два раза. В два. То есть до 100%. Я вот с вами своим коллегой, сегодня менялись впечатлениями, Владимир Владимировича, он об этом будет говорить, такая же тенденция. И это все потому, что мы находимся в Евразии, в этом интеграционном образовании. Ну, а уже некоторые вещи, может быть, вам интересно будет знать, те, кто сегодня присутствует на этой конференции. В чем это выражается, конкретика вот этих цифр. В два раза, 100% и так далее. Мы регулярно поставляем, и наш дилер, который здесь представляет такую фирму, как Могилевский лифтмаш, он производит лифтовое оборудование. На постоянной отстрои мы участвуем в замене лифтов, пока в Ереване. Ну, может, тут выходим на Генри, на другие города. И я, насколько знаю, по отзывам наших армянских друзей, эти лифты являются очень качественными. Я вот сегодня даже не поехал на второй этаж, потому что это был не Могилев лифтмаш. А в тот застряли. Если бы мой лифт, я бы поехал. В тот не застряли. Шутка, конечно. А может, не шутка. Более того, мы не только поставляем сюда лифты, речь идет о более широкой степени кооперации. Сейчас идет речь о том, чтобы создать сервисное обслуживание этих лифтов. То есть инженеры, которые, армянские инженеры, рабочие, которые будут этим заниматься, они проведут курс подготовки на Могилевском лифте. И в том заводе получат специальную квалификацию, будут здесь уже обслуживаться. Более того, речь уже сегодня идет далее не только о сервисном обслуживании, но и о сборочном производстве с определенной степенью локализации в Армении. Речь идет о 30% локализации. Конечно, это очень высокая степень. Но мы посмотрим, как это будет развиваться. И не только. Я уже не беру белорусские продукты, белорусскую молочную продукцию. Все знают об этом. Довольно серьезно она здесь представлена. Хотя плохо, я считаю, что плохо и мало, как по сути. Мы будем стремиться к тому, чтобы этого было больше. И мясная продукция, и молочная. Но кроме того прочего, всего прочего, буквально недавно мы заключили соглашение с одним из регионов на поставку спецтехники транспортной. У нас есть специальное предприятие, которое занимается белком бумаж. Я не беру, скажем, МАЗ или тракторный завод. Эта техника постоянно здесь присутствует в Армении. Я недавно встречался с губернатором Армавирской области. Это одна из жительниц ваших. Армавир, Аррат, Араратская область. Там, где больше всего производят сельхозпродукции. Эти области нуждаются в гибридной продукции. Мы идем еще дальше. И я же не говорю уже о том, что такая же тенденция в отношении Армении. Ведь мой друг, разный Картычевич, посол Армении и Беларуси, тоже сидит с ложа руки. И так же поставляется продукция из Армении. Ну, а свою любимую тему о том, что мы там в Беларуси не имеем нормального коньяка белорусского, я и сегодня не говорю. Тут я за два года что-то начал понимать в коньяках. А у моих коллеги, мои друзья, мои родственники и вообще белорусы такого не имеют, такой возможности. И мне за них обидно. Мы будем тоже поставлять, и уже на сегодня есть заключенные договора о поставке армянской продукции алкогольной. Мне очень обидно, что в Беларуси до сих пор, я эту тему опять уже обозначал, до сих пор нет хороших армянских сухофруктов. Я не говорю о других вещах, которые Армения поставляет в Беларусь. Даже таких вот жизненно важных, простых-простых. Это сможет только интеграция сделать, в частности, Евразес. Я опять скажу, сейчас скажу не как дипломат. Только вы никому не передавайте то, что я буду говорить. В настоящее время ситуация сложилась таким образом, что у нас, кроме как с Евразес, как с нашими друзьями, и торговать-то не с кем. Я не беру, что вот не с кем, потому что мы не хотим, и кто-то не хочет. Тут другая проблема, другая тема. После заявлений некоторых деятелей, западных, я не знаю, как в обществе, и не нужно иметь дело. Поэтому мы вынуждены сегодня, и то, что вынуждены, мы с удовольствием это делаем, торгуем и с нашими друзьями, и с Арменией, и с Казахстаном. Я уже не говорю про Россию, которая является определяющим нашим партнером. Узбекистан, Бажакистан, Киргизия и так далее. Потому что они добросовестно действуют. Я уверен, что ни один армянин, заключив договор, никогда нас не обманет. В отличие от других. Сами же недавно об этом заявили. Что заключали договора, какие-то соглашения делали, и оказывается обманывали нас. Когда в Минске у нас были, бегали там по нашему дворцу независимости, лугались, жали руки, оказывается обманывали. Да как с ними, потому что после этого можно иметь дело. Причем это же не мы сказали, не кто-то. Я сама сказала об этом. Что вместе с Макронами, кто тогда был? Не Макрон, а был другой президент. Аллах. Да, Аллах был. Порошенко и вводили в заблуждение, и нашего президента, и российского, и что из этого? Ну и что вы после этого собой представляете? Поэтому у нас другого выхода теперь нет, а может оно и хорошо, что мы будем торговать по полной программе, как говорится, именно с нашими друзьями, которые нас не обманут никогда. Я уверен, я хорошо знаю Казахстан. Я начинал там и службу, и свою карьеру. Ни один казах никогда, казахстанец, никогда тебе не обманет, если он сказал, что сделает. Оказывается, а в Европе же все по-другому. Ну это традиционно, они же обворовывали, в свое время эти колонии создавали, колонии обворовывали, где-то крали, там еще как-то обманывали. Ну вот оно сейчас все и выходит наружу. Мое выступление немножко вышло из-за рамки вашего формата, наверное, дипломат не должен этого говорить, но надолело, как мы сегодня говорили, это факт. Так еще раз заканчивая свое выступительное слово, еще раз хочу сказать, что у нас с вами только вот хорошие проспекты, это Евразия. То, что там обещают кто-то, там какие-то пряжки, пряники, ковришки, все это, это все белами по воде написано. Будет ли оно так, нам нужно только на себя надеяться. Тогда будет долг. Спасибо. Спасибо большое.